всем привет меня зовут серёга литовец и вы на канале мошенники звонят по телефону ставьте лайки и дизлайки подписывайтесь на наш канал пишите комментарии это помогает продвигать наш канал вверх а сегодня у нас горячий кавказский парень мага будет делать шпили-вили мошонком магомед это александра вас беспокоить и не общались с вами как у вас настроение уже получше чем вчера настроение хорошее настроение настрой у вас хороший но в таком же точек ориентируйте меня с какой какой целью регистрацию проходили а какая цель там что за цели были какие цели что какие варианты цели там что там было ну я не могу а что за цели вы имеете виду что значит цели ваши цели с какой целью регистрации проходили еще раз я вас не слышу что что говорю ваши цели с какой целью регистрации вы проходили ну что там надо заработать что там связались вы с нами оставили свою регистрацию чтобы зарабатывать а сколько зарабатывать какие доходы рассчитываете какие там есть варианты можете перечислить какие есть варианты какие варианты я же у вас спрашиваю магомед на что вы рассчитывали но доход ну чтобы средняя есть какая-то цифра у вас средняя средняя цифра есть доходность а я думаю какая процентовка хотя бы процентовка хотя бы скажите какая процентов я у вас спрашиваю сколько вы хотите зарабатывать хотите магомед 300 тысяч рублей вот так примерно 300 тысяч рублей это в месяц в год месяц хотите зарабатывать 300 тысяч что у вас такая большая зарплата что вы хотите дополнительно еще 300 тысяч зарабатывать или наоборот такая маленькая 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 в строительных компаниях плохо сейчас оплачивать зарплаты нет хорошо почему плохо хорошо там вы говорите что у нас плохо сейчас плохо у нас очень плохо почему так а так там у нас кризис кризис среднего возраста кризис среднего возраста как кризис среднего возраста влияет на строительную компанию директор он такой какой-то директора кризис среднего возраста да да какой кошмар а вы мне сориентируйтесь сколько же вы тогда месяц зарабатываете зачем ну как зачем вы же у меня спрашиваете сколько можно здесь заработать сколько вы зарабатываете вы спрашиваете сколько можно зарабатывать в этой компании вы говорите что вы мало зарабатываете ну мало это сколько 100 рублей 200 рублей 150 рублей 100 рублей что же вы работаете в этой компании до сих пор, если вам 100 рублей платят. Вы считаете 100 тысяч рублей в месяц это мало? Так я вам говорю 100 рублей, а не 100 тысяч. Мне принято говорить без тысяч слова. Ну а я говорю с тысячами. Понятно? Хорошо. Это хорошо. Замечательно. Так если вы 100 тысяч зарабатываете, зачем вам нужно еще 300 тысяч зарабатывать? Хочу. Хочу. Что хотите? Ну а хотите вы для чего? То есть у вас цель какая главная? Нету цели заработать деньги. Какие цели? Нету цели, главное денег заработать. Деньги заработать. А что, в строительной компании у вас не получается заработать 300 тысяч? Получается, заработать надо. А вы работать не хотите? Хочу. Тогда почему говорите, что работать нужно, чтобы 300 тысяч заработать в строительной компании? Надо работать, а надо работать, да. Ну а вы что, работать не хотите? Хочу. Я хочу работать, да. Я очень хочу. Если хотите работать, то почему у вас до сих пор как-то не получается 300 тысяч зарабатывать? Не получается. Не получается. Кошмар какой-то. Хорошо, вы меня тогда сориентируете. Опыт у вас раньше был в этой сфере деятельности? Какая сфера? Как вообще узнали? Сфера какая-то? Что за сфера? Ну а вы регистрацию в какой сфере деятельности проходили? Ну а вы меня сориентируете. Какая сфера, Таша? Что вы сориентируете? Вы не знаете, в какой сфере деятельности регистрация проходили? У вас регистрация была пройдена вчера. Так, регистрация где это? Что за регистрация? Я вам только что, в начале разговора сказала, в какой компании вы прошли регистрацию. Еще раз, пожалуйста, напомните мне еще раз, какая компания? Газпром Инвест Холдинг. Так, вы представитель Газпром Инвест Холдинг? Да. Хорошо. Так. Я понял. Это у вас ЗАО? ЗАО? Что еще раз? ЗАО у вас? ЗАО? Что? Что вы меня зовут? ЗАО? Нет, у вас ЗАО или АО или ПАО или ОАО. Что это? Организация? Что это? Форма собственности какая? О-о-о. 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 Это как расчифровывается? Напомните, пожалуйста. Магомед, что-то вы очень забывчатый. Я вам вчера все говорила. Это О-о-о. О-о-о. Как расчифровывается? Вы не можете напомнить? Так, а что напоминать? Я вам вчера говорила. О-о-о. Вы мне сейчас можете сказать, как О-о расчифровывается? Как О-о-о. Что это такое? А вы вчера не помните, что я вам говорила? Нет, я вчера не помню. Вы можете мне сказать? Я попросил у вас. А может заключается проблема в том, что я не с вами вчера общалась, а с кем-то другим? Ну, вы куда звонили? Я же не знаю, кому вы звоните. Вы меня спрашивали. Ну, а этот номер телефона. Это заканчивается на 90 минут. Ой, мой номер. Это мой номер телефона. Ваш номер телефона. Ну, тогда получается, что с вами говорила, правильно? Вы можете мне напомнить? О-о-о. Это что за... Как расчифровывается? Аббревиатура. Как она расчифровывается? Я что-то не могу понять. Вы настолько плохо подойти владеете. Я же вам вчера... Да вы можете мне сказать сейчас, что О-о-о. Это же как аббревиатура расчифровывается. Расчифровывается как физлицо. Отдельная организация. Как О-о-о расчифровывается? Как это расчифровывается? Я вам только что сказала, Магомед, общество, которое является отдельным учреждением. Отдельная организация. Это расчифровывается... Общество. Общество. Общество с ограниченной ответственностью. Так, хорошо. Понятно. Я понял. Замечательно, что вы все понимаете. Какой вы молодец. Вы все-таки меня сориентируйте. Как узнали у нашей компании? Почему вообще заинтересовались этой сферой? Да, просто интересно стало. Стала интересная очень. Что за сфера такая стала очень интересная? Интересная сфера для интересов. Интересная сфера. Поняла. То есть опыта вы говорите, что вас раньше не было? Не было. А в чем опыта? Опыта в чем? Что за опыта? В этой сфере. Не, не было. Не было. Не было. Ну так а если у вас опыта не было, как вообще узнали тогда нас? Так как узнал я? Где-то увидел я, рекламу увидел я. Где я? Рекламу увидели. А вон ехал, машина ехал и там на счете было написано «Газпром всемирное достояние». Я позвонил. И телефон писал. Замечательно, Магомед. Ну в таком случае давайте пройдемся, что вам непонятно в данной сфере. Вот у вас есть какие-то вопросы. По формату работы. Формат. 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 Какой формат? Какой формат? Есть у вас свободное время? Нет у вас свободного времени? Есть. Свободное время есть. Свободное время есть. Есть свободное время. Есть свободное время, да. Есть. Хорошо. Если у вас есть свободное время, да, такой случай. Ага. Так, что дальше надо делать-то? Ну, есть оно. И что дальше делать-то? Пока что делать ничего не нужно, Магомед. Думаю, мы с вами пока можем просто обсудить формат работы. Ага. Хотите ли вы так работать или нет? Хочу. Так что вы хотите, если вы не знаете, как здесь нужно работать? Я денег хочу. Я денег хочу. Я очень рада, что вы денег хотите, но здесь 300 тысяч в месяц вы зарабатываете не будете. Ладно, пускай будет 100. Пускай 100 тысяч. Я согласен на 100. 100 тысяч в месяц первые вы тоже зарабатывать не будете. Хорошо, 50. 50 тоже. А сколько? 5, что ли? Нет, первый месяц работы есть возможность у вас заработать до 25-30 тысяч. Ладно, пускай будет 30. Я согласен на 30. Согласен на 30. Он мне брат Гоги кивает, что тоже говорит, соглашайся, кивает мне. Я ему говорю, Гоги есть, я согласен. Хорошо. В таком случае, если бы согласен. Вам, кстати, от Гоги брат моего привет, он кивает. Привет, говорит, передай. Хорошо, ему тоже передайте. Газпрому. Говорит, передай Газпрому привет Гоге кивает. Я говорю, вот я вам передаю. Он говорит, спасибо большое Газпрому. Да здравствуй Газпром, он говорит. И махнет руками. Что-то я не слышу, чтобы он говорил. И махнет руками. Вы еще услышите. А, еще услышу. А зачем мне с ним общаться, если с вами зарабатывать? Да. А он тут же хочет денег много. На халяву. А почему думаете, что это тогда халява? Не знаю. Ну как не знаете? Че, не знаю. Ну как не знаете, вы мне только что сказали. А вы откуда, вы с какой страны звоните? С Лондона, из Венгрии или с Куба? Откуда? ГДР, ФРГ? Россия. Марокко. Россия? Россия. А какой город, Днепропетровск или какой? А у вас по географии сколько было в школе? Я не помню. В какой город? Из какого города звоните? Возьмите свой табель школьник и посмотрите. А вы из какого города звоните? Вам номер телефона высветился, с какого я набираю? А я скажу, из какого города вы звоните? Ну так посмотрите на номер телефона, увидите код и будете знать, с какого города я вам набираю. Да вы можете сказать, из какого города вы звоните? Я в Кадах не понимаю. А вы не загадываетесь. А я или в Кадах не понимаю, но еще. Ну хорошо, это город Москва. Москва, я понял. Какая улица? Улица какая? Проспект Малопесковский Новый, дом 8. Этаж. Что-что? Этаж какой? Это весь офис. Это весь офис. Газпромин, весь холдинга. Весь офис. Все здание что ли? Все здание что ли? Да, все здание. Нормально, нормально. Шикарно живете. А кто у вас там? А кто у вас генеральный директор? Генеральный директор кто у вас? Хотите с ним пообщаться? Хочу. А что хотите от него услышать? А как его зовут, генерального директора? Евгений. Дальше. Что дальше? Евгений? Шадрин Евгений Леонидович. Ммм, понятно. Жека. Евгений. Ну, Жека. Сокращенно, Жека. Ну, если вы с ним подружитесь, то да, можете его так называть. Ну, ладно, может подружимся еще. Ну, замечательно, Магомед. Вы мне ответьте. Если вы хотите зарабатывать в этой сфере, то с какой суммы думаете начинать? 100 тысяч рублей. А зачем так много? То есть вы хотите 100 тысяч рублей вложить в сферу инвестиций, чтобы зарабатывать 25-30 в первый месяц? Нет. Со 100 тысяч рублей сколько можно заработать в первый месяц? Со 100 тысяч рублей никто не начинает. Магомед. Я начинаю. Магомед начинает. Вы начинаете. Я рискованный, я рискованный, рискованный очень. Я фартовый. Вы должны понимать, что... Мои друзья говорят, Магомед фартовый. Фортуна всегда... Я очень рада, что вот здесь, блядь, и что они говорят, что вы фартовый, но это не казино, мы не играем. Нет, нет, я казино вообще не люблю. Казино это прошлый век. Замечательно, что вы это понимаете. Но здесь тоже не игры, поэтому с такой большой суммой никто не начинает. Я начинаю со 100 тысяч рублей. По правилам компании я не могу вас допустить. А что за правила? А что за правила? А кто правила такие придумал? Кто это? Это Жека придумал? Жека правила придумал такие. Или кто? Нет, существует. Межбанк. Нет, нет, кто? Жека придумал? Центральный. Кто придумал? Не слышу, что я вам говорю. Нет, правила, правила Жека придумал, или кто? Я же вам говорю, нет. Вы же слышите меня внимательно, правильно? Ну а кто придумал? Я же говорю, существует правила, которые установил Центральный банк Российской Федерации. Центральный банк? Да. Центральный банк установил правило, что 100 тысяч нельзя? Да. Что за закон, номер закона? Где он написан, этот закон? Ну, номер закона, я не знаю, не скажу вам. Ну а как, ну а как же мне, вы же говорите, что правила, а где прочитать про правила можно эти? Где прочитать можно эти, что эти правила есть? Познакомиться, так сказать. Так, на главном сайте. Так, на главном сайте чего? На главном сайте Газпром Инвест Холдинга, на главном сайте Центрального банка Российской Федерации. Там написано на главном сайте, что со 100 тысяч нельзя, что ли? Ну так вы зайдите почитать, вы же что, с информацией не ознакомились? Ознакомились. Там не было такого, вы что-то путаете? Там не было такого, написано. Это что-то вот путаете. Мне кажется, вы как-то несерьезно относитесь к данной сфере. Да куда уж серьезно, это я сама серьезность. Как можно несерьезно отойдет в Газпром Инвест Холдинг? У меня такое чувство, что несерьезно. Ваше чувство обманчиво? Мне кажется, что нет. Ну это вам кажется. Ну как бы то ни было, все равно со 100 тысяч вас не допустят. Тем более, что опыта у вас нет и работать вы будете впервые. Ладно, сколько надо-то, если не 100? Сколько надо? Снимальное самовложение, с которого начинают отнасти клиенты, это 200 долларов. В рублях это 15 тысяч. Ладно, пока будет 15 тысяч. Я погладен. Замечательно. Я очень рада, что вы согласны. И я тоже рад. Как хорошо. В таком случае я вам предлагаю хотя бы с сайтом ознакомиться. А что за сайт? Какой сайт? Что за сайт? А что за сайт? Вот, на котором вы уже были. Маконит. Сайт Газпром Инвест Холдинга. Вместе с вами зайдем, будем читать документы, будем подписывать с вами контракт. А что за контракт? Какой контракт? Ну, как какой контракт? На сотрудничестве. А, ну давайте подпишем. А где за это? Что за это? А что там за контракт? А о чем контракт вообще будет? Вы мне так пока просто вкратце мне с это, как его, расскажите. В чем он будет заключаться, контракт? Контракт заключается в том, что мы с вами на документе подписываем то, что вы сотрудничаете с компанией Газпром Инвест Холдинга. А, я понял. А вы мне что, по почте вышлите контракт или что? Да. Слушайте, а что у вас там? Я не могу ознакомиться. А что у вас там на заднем фоне орут бабы какие-то? Бабы на заднем фоне. Бабы орут на заднем фоне. И по-моему, они пьяные. Они пьяные, по-моему, бабы эти. Я просто слышу, что они там пьяные бабы какие-то орут. Макомед. Бабы пьяные на заднем фоне орут. Вы там что, отмечаете что-то там? Какие-то праздники у вас какой-то или что? Нет. А что они орут-то, бабы пьяные? Что они орут? С чего вы видели, что пьяные? Ну, я слышу, хорошо, очень слышно, что бабы пьяные там орут просто, толпа баб пьяных орёт. А с чего вы видели, что эти девушки пьяные? Ну, потому что я слышу там, а-а-а, вот такой вот, пьяный бабор какой-то. Много слышится. Не, у меня слышимость очень хорошая. Нет, очень плохая, проверьтесь с доктором. Я же знаю, что хорошая. Зачем мне проверять своего доктора? Какие докторы? Потому что я говорю, что какие-то у вас проблемы со сухом, потому что женщины, которые сидят около меня, точно не пьяные. Да я слышу, что пьяные там базары какие-то, тётки пьяные. Вдупыль-то, вообще, убитые там, орут что-то там. Пьяные базары какие-то. У вас там всё нормально там в вашем офисе? У нас в офисе всё замечательно. Это, мне кажется, у вас какие-то проблемы. А-а-а, нет, у меня нет никаких проблем. Какие проблемы? В таком случае контролируйте то, что у вас вылетает со рта. Ну так, ну так, ну так, хорошо. Так. Ну что там? Значительно. Как там, что надо делать-то? Как там это? Как вам заработать? Ну так я вас спрашиваю, какие у вас ещё есть вопросы, касаемые документации, компания? Как заработать? Какой платёжной системой вы будете работать? Какая платёжная система? Ну это я у вас спрашиваю, Магомед, с какой вы собираетесь работать? Нет, вы мне, вы мне что-то предлагаете, какую платёжную систему предлагаете работать. Магомед, я у вас спрашиваю, с какой вы платёжной системой сотрудничаете, с какой платёжной системой вы работаете? Я не сотрудничаю с платёжной системой. Как понять сотрудничаете? Зачем я сотрудничаю с платёжной системой? Зачем я с ней не сотрудничаю? Для того, чтобы использовать карты, расплачиваться в магазинах. Ну, а чё? Угу. Ну, карта, банковская карта там какая-то есть. Ну. Какая-то, хорошо. Я вас не о банке спрашиваю, а о платёжной системе. Мастеркарта. Ну, вот, видите, знаете. Ага, знаю. Какой вы молодец, Магомед. Ну, вот, то есть, карты, мастеркарты замечательно. Можете работать. Так, могу. Ну, что вас ещё интересует? Ну, как будет дальше? Что надо делать? Ну, как что нужно? Как зарабатывать? Зарабатывать как? Ну, давайте тогда начнём с самого начала. Вас вообще первые инвестиции в каком плане интересуют? Долгосрочная, краткосрочная? Акции? У меня акции, да. Меня интересуют акции. Меня интересует фондовый рынок. Меня интересуют акции и фондовый рынок. Ну, фондовый рынок я услышала, но с акциями каких компаний вы хотите работать? Газпром. Всё логично. Газпром звонит. С Газпром акциями хочу работать. Всё логично, по-моему. Бабы там орут. На заднем фоне. Я знаю. Я же уже вам объяснила, Малакомед, что мои сотрудницы общаются с другими клиентами. Они не орут. Они говорят. Ну, ладно. Ну, так что, акции-то есть в Газпроме? Хочу сказать. Да, акции Газпрома есть. То есть вы поначалу хотите работать с акциями Газпрома, правильно? Да. Очень хорошо. А что конкретно? Я так понимаю, что если вы хотите работать с акциями, то это автоматически у нас долгосрочные сделки. Долгосрочные, долгосрочные, да. Долгосрок. Хорошо. На какую сумму вы планируете покупать акции Газпрома? 300 тысяч рублей. Я вам уже говорила, что мы не начинаем с таких больших сумм. Я вам уже сказала, что... Я с Жекой созвонюсь, я с Жекой созвонюсь, все нормально будет. Не беспокойтесь. С Евгением Леонидовичем вы не связаны. Да я с Жекой созвонюсь, все нормально будет. У меня все схвачено, меня все знают. Меня все любят. Если у вас все схвачено, почему вы до сих пор не являетесь акционером компании Газпрома? Ну, а потом узнаете. Это секретная информация. Почему? Если вы обладаете такой секретной информацией, у меня очень логический, простой вопрос. Зачем вы общаетесь тогда с обычным аккаунт-менеджером? Как зачем? Ну, акции Газпрома купить, зачем же еще? Так вы же говорите, что у вас уже все схвачено. Ага. Что, ага, это не ответ на мой вопрос. Ой, ты че, че? Ну, ну, да, так, ну, как надо зарабатывать-то мне, можешь сказать? Хорошо, могу вам рассказать, как здесь зарабатывать. Давайте, давайте. Вы покупаетесь акциями Газпрома. Цены на акции Газпрома растут. Таким образом... А, кстати, повесите сейчас, повесите сейчас чуть-чуть, 10 секунд, я переключусь. 10 секунд повесите, сейчас. Куда вы будете переключаться? Сейчас, 10 секунд повесите, 10 секунд. Ой, а где это? Сейчас. А где вы? Алло! Что там? Давайте, не работает. Ну, 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 так я вас слушаю. Как вы меня слушаете? Положили телефон на стол? Нет, это не стол. Ну, я так с вами разговаривать не буду, Макомед. Возьмите, пожалуйста, телефон в руки и будем с вами нормально общаться. Я с вами нормально общаюсь. Ну, как нормально? Вы что-то делаете параллельно, поставили, не знаю, куда телефон, на стульчик, стол, и орёте в трубку. Так. Пальто же надо снять, надо пальто снять, пальто. Надо пальто снять. Вы мне сказали, что это было. Сейчас ботинки. Да, почему вы? Сейчас ботинки Луи Виттон ещё сниму. А у вас есть ботинки Луи Виттон? Нет. Почему? Почему у вас нет? Мне нравится другой бренд. Какой? Мартинс. Слышали? Кого? Матрикс? Нет, не Матрикс. А какой? Доктор Матрикс. Доктор Пеппер? Это газировка такая, доктор Пеппер. Ну вот, видите, у меня на ногах газировка. Нормально всё. Да, нормально, Макобед. Но я, впрочем, с вами не об этом общаюсь. Давайте будем говорить на чистоту. Если вам скучно, нечем заняться, его оставили на телефоне. Давайте зарабатываем. Вы недослушали мой вопрос. Зачем вы мне перебываете? Ну? Если вы оставили свои данные для того, чтобы посмеяться, вам нечем заняться, то давайте. Чем смеяться? Не надо смеяться. Зарабатывать деньги. Деньги зарабатывать надо. Хорошо, если вы готовы зарабатывать, то у вас предстота на какой карте? Бабло зарабатывать, бабло. Хорошо, Макобед, давайте будем зарабатывать. У вас деньги на какой карте? На банковской. Замечательно. Банковская карта, мастер-карт. Какой у вас банк? У меня Сбербанк. Сбер и Альфа, правильно? Какая Альфа? Средства у вас на карточке Сбербанка или на карточке Альфа-банка? Почему вы сказали Альфа-банка? Я вам про Альфа-банка ничего не говорил. Почему сказали Альфа-банк? Вы сами сказали Сбер и Альфа. Нет, я не говорил. А что вы говорили тогда? Я сказал Сбербанк. Хорошо, Сбербанк, отлично. А почему вы сказали еще Альфа-банк? Ну, потому что я услышала Альфа-банк, Макомед. Вы меня плохо слышите. Ну, потому что вы положили телефон где-то сбоку и орете. Поэтому, да, я вас плохо слышу. Понятно, я понял. В таком случае будем активизировать ваш торговый счет с карточки Сбербанка. Правильно? Конечно. А как? Будем. Ой. Будем, будем. Хорошо. Берите тогда карту Сбербанка. Ну? Зачем? Ну, как зачем? Будем зарабатывать деньги. А? Ну, а зачем ее лучше собрать? Чтобы мне протиктовать карту. Зачем? Ну, как зачем? Чтобы деньги зарабатывать. Будем пополнять ваш торговый счет. А? Где торговый счет пополняется? Где он пополняется? Так мы сейчас с вами это делать и будем. Где пополняется торговый счет? На платформе, Макомед. На какой? На платформе. Название. Метастокс. Так, хорошо. А у какого брокера? Газпром Инвест Холдинг. Хорошо. Хорошо. Это хорошо. Давайте, что там надо дальше делать? Ну, так говорю же, берите карту в руки. Дел карту в руки. Хорошо, диктуйте. Что никтовать? Номер. Какой номер? Вашей карте, Сбербанк. А что еще, кроме номера, надо? Диктуйте номер пока. Что, кроме номера, еще надо? Номер пока диктуйте. Что, кроме номера, еще надо будет? Агамед, вы меня хорошо сейчас слышите или какие-то проблемы со связью? А вы меня хорошо слышите? Вас я плохо слышу, потому что, повторюсь еще раз, вы откуда-то орете. Что, кроме номера, еще надо? Пока нужен номер. А потом, что еще нужно потом? А потом посмотрим. Нет, вы сейчас мне сразу скажите. Зачем вам это? Хочу. Это банковская тайна, Магомед. Банковская тайна что? То, что вы хотите узнать. А вы что, банк? Нет. Ну, а зачем вы говорите банковская тайна? Просто так? Потому что транзакции где делаются? В банке, правильно? Не знаю, правильно. А это мы, банковская тайна. Так диктуйте номер карты, Магомед. А что же, кроме номера, карты надо? Пока ничего. А потом? А что будет потом надо, кроме номера карты? Ну, а потом узнаете. Нет, вы сейчас сразу скажите. Не могу. А вы замажите. Замажите? Ага, замажите. А вы сами откуда-то, Магомед? Я? Да. Из Вологды. Знаете, где Вологды? Никогда там не было. Но мне кажется, что вы точно не оттуда. А река Вологды, знаете река Вологды? Вы просто даже нормально не можете сказать, нормально название слова. Поэтому, мне кажется, вы точно не из этого города. Река, что нету? Говорю название нормально, не выговаривайте слова. Так что, мне кажется, вы точно не из этого города. Вологды. Знаете такой город Вологды? Это у нас где? Ну, где Вологды? В Таджикистан. Вологда? Ну, я вас спрашиваю, где этот город? Какой это регион вообще? В какой стороне страны? Вы не знаете, где город Вологда? Не знаю. Вас спрашивают. Вы же оттуда должны знать. А вы давно там в Москве работаете? Четыре года. И вы не знаете, где Вологда? Нет, не знаю. Понятно? А живете где? Еще раз, что-что? Где живете? Живете где? В какой стране живете? У нас Москва в какой стране? Работаете в Москве, а живете в какой стране? Ну, а у нас Москва в какой стране? Не, ну вы работаете в Москве, понятно, а живете в какой стране? Хорошо. Территориально. Москва в какой стране находится у нас? Какой? Я вам просто помогу догадаться, в какой стране я живу. Давайте. Я вас верю. Главное верить. Главное это верить. Верить это самое главное. Но вы мне так и не ответили, где находится город Вологда. Загуглите. Так, а зачем? Вы мне скажите. Там рядышком суфлёр сидит? Нет? Суфлёр. Рядышком сидит? Суфлёр. Суфлёр? Ну, рядышком суфлёр сидит с вами. Суфлёр. Конечно сидит, даже несколько. Подсказывает. Я же говорю, несколько сидит. Вы же со мной по громкой связи разговариваете, правильно? Ну, пускай он загуглит, где там Вологда. Если бы я с вами разговаривала на громкой связи, вы бы точно это слышали. И вам скажет научка. Тихонечко. Ну так вы от ответа не уходите. Скажите мне, где находится этот город? Загуглите. Ответьте мне, а я проверю, правильно ли вы ответили. В России находится? Это страна. Я вас спрашиваю, территориально конкретно где, в какой стороне Москвы? Около какого города, возможно? Около Москвы. А ещё около какого города? Не у какого больше. Что-то мне кажется, вы точно не из Вологды. А это вам кажется, что я не из Вологды? Вам докажется, да? Как вы думаете, мне кажется, что вы не из Москвы или нет? Знаете, если честно, мы с вами начинаем работать или нет? Честно, честно. Вот честно отвечайте мне, мы с вами работаем или нет? Конечно, зарабатывать бабло, бабло зарабатывать надо, бабло. Ну тогда диктуйте карту. А что еще, кроме номера карты надо? Алло, Магомед, здравствуйте. Компания «Газпром Инвест Холдинг». Набираю на тему вашей заявочки. Так, я слышу. Давайте с вами немного пообщаемся, познакомимся. Подберем для вас под следующую программу. Меня зовут Александра Равинская. Так, я слышу, Александра. Вы нашли нашу компанию по рекомендациям или рекламу видели? Рекомендации. Ага. А кто работает с нами? Не знаю. Кто вам порекомендовал нашу компанию? Брат. Может быть, возможно, будет бонусы дать человеку. А как зовут брата? Гоги. Еще раз, как вы говорите? Гоги. Ага, хорошо. Абдурахманов, правильно понимаю? Кто Абдурахман? Ага, хорошо. Я передал эту информацию. Может быть, получит своему полностью какие-нибудь выписки. За то, что посоветовал. Рассказал о нашей компании. То есть, в общем-то, вы знаете, на чем мы зарабатываем, верно? А у вас был опыт когда-нибудь? В чем? У вас опыт был когда-нибудь? Что за опыт? Какой опыт? Какие опыты? В биржевой торговле. Знаете что-то об этой сфере? Знаю. Волк, соус, стрельб. А сами занимались? Не занимались, нет. Не занимались, верно? Так. Ага. А так, с кем работаете? С чем занимаетесь? Это не биржевая торговля. Не биржевая торговля? Я понимаю. Вы же мне сказали, что у вас нет опыта. Ну. Да. Вы являетесь специалистом какой сферы? Другой там. Сфера другая. Я же спрашиваю, какой? Зачем? Потому что, как раз таки, если я с вами работаю, я должна понимать о том, что вы официально трудоустроены где-то. Зачем вам? В каком регионе вы находитесь? Зачем вам? Потому что в любом случае на каждого клиента мы имеем свою небольшую анкету. Да. Я должна знать эти моменты. Конфиденциальная информация. Мы подбираем для вас программу. Нет, то, где вы работаете, информация не конфиденциальная. Конфиденциальная информация. Хорошо. Как вы планировали приступать работать, когда вы даже не можете сказать, где вы работаете? Сколько вам полных лет? Больше 18. Я не верю. Это ответ, как у человека, которого меньше 18. Потому что вы даже не знаете, сколько вам лет. Я знаю, сколько мне лет. Нет, вы не знаете, сколько вам лет. Вы же не можете сказать. Не могу. Ну вот. А что там кто-то орёт? Ну подумайте, давайте. У вас там сзади кто-то орёт там. Парничка? Парничка орёт какой-то. Здесь и мужчины, и женщины. А еще я вам скажу, что здесь около 200 человек находятся в офисе. Парничка орёт какой-то на кого-то. Парничка. Нет. Нет что? Нет, не орёт какой-то парнишка на кого-то. Вот я сейчас, знаете, о чём подумал? Ну. А почему такие большие паузы между моими словами и вашими? Потому что вы не разговариваете нормально. Вы не отвечаете ни на какие вопросы. Не-а. Не поэтому. Почему? Удивите меня. Может быть, вы знаете лучше, чем я. Я думаю. Понятно. Просто я немного в шоке с ваших ответов о том, что как вы собираетесь приступать к работе, когда вы не знаете, сколько вам лет, вы не знаете, где вы работаете. То есть, если у вас нет официальной работы, если вы несовершеннолетний, как вы с нами собирались зарабатывать на данный момент? Больше 18 лет. Я не знаю. Вы не можете сказать, сколько вам лет. Вы не знаете, сколько вам лет. Понимаете? Как мне с вами вести диалог? Все-таки почему такая большая пауза каждый раз? Это получается, я сказал... Потому что я в шоке с ваших ответов, я вам говорю. Я сказал, и сначала звук доходит, мои слова доходят до другого источника, и потом только до вас. До какого источника? Пока не знаю, я думаю. Кто такой другой источник? Ну, вы говорите, какой-то абсурд. Все, что вы говорите, это абсурд и никакого конструктива. Слово сказал. Да, понятно. Значит, дошло... Нет, почему такая пауза большая? Слушай, я даю вам время подумать, думайте. Почему такая большая пауза, интересно? Ну, интересно. Ну, так, хорошо. Как будете готовы разговаривать, да, говорите. Пока можете думать. Да я уже подумал. Да, и что вы подумали? Ну, подумал и подумал, что... Понятно. А, понятно. А что там опять орет парничка? Парничка сзади опять орет что-то, парничка. Я вам говорю, что у меня в офисе находится 200 человек только в моем отделе. Я понял. А где офис? Это что за офис? В Лондоне? Или в Венгрии? Или в Кубе? Или где? ГДР? В Космосе. Космический Газпром, знаете? На спутниках находится. Вот оно что. Понятно. И вот из-за этого долго доходит. Вы же понимаете, какое расстояние от Земли, пока сигнал дойдет. Какое расстояние от Земли? Затруднительно. Какое оно от Земли? Ну, как. Как до Москвы. А иногда говорят, как до Китая раком. Нет, я вам скажу, только как до Москвы. Как от Космоса до Москвы. Вот такое вот расстояние получается. Понятно. Москва? Нет, от Москвы до Космоса тоже получается. Такое же расстояние, представляете? Понятно. Как там в Москве погода? Как погода? Снег выпал уже? Да еще рановато как-то. Сколько градусов на улице? Пока еще не ждали. Температура какая? Я не знаю, я в пальто. Все, что могу сказать. Но сапоги еще не было. Луи Виттон? Пока еще в кроссовках только. Я вчера ботинки купил. Ботинки купил Луи Виттон. Хорошие, недорогие. По скидке. Недорогие Луи Виттон? Ага. Так а где взяли? В магазине купил. По скидке. Зачем вы заявку оставляли? Где? Где заявку оставляли? Вы оставили заявку в компании «Газпром Инвест Холдинг», указали ваши данные, информацию, собирались зарабатывать. А вы какая компания? Я только что сказала. Какая? И до этого еще раза три, наверное, я упомянула. Вы работаете в какой компании? «Газпром Инвест Холдинг». Вы представитель ее? Да. Ага. Официальный государственный. Александра Равинская. Государственный? А вы как думали, компания же государственная у нас? Какого государства-то? Угадайте. Не знаю. Какие у вас есть предположения? Вы вот любите подумать, можете подумать. Горобку. Где же находится «Газпром» у нас? В Дюссельдорф. Где же эта компания? Даже не знаю. Буркино-Фасор. Мексика, может быть? Может быть, в Мексике? А, в Мексике мексиканцы. Мексиканцы? «Газпром» не в Мексике. Да, точно, точно. А-а-а. В космосе тоже быть не может же, да? А как у вас директора зовут? Так, может быть, заездите к нам на «Коровий вал-5»? Конечно. Как раз таки. Из директора по... Коровьево 5? Коровьево? Коровий вал-5. Коровий вал-5. А то заездит сейчас в Коровьево. Коровьево заедет, да. А на каком этапе там? У нас нет. На каком этаже? Мой отдел на шестом. А-а-а. Также имеется еще финансовое отдело на «Пятом». А-а-а-а. Если вас интересует. Понятно. В зависимости от того, куда вам нужно. А директор на каком этаже? А директор заезжает к нам на шестой. А-а-а. Как зовут-то? Так, может быть, заедете к Виктору Павловичу и сами у него спрошите. Что? Говорю, может быть, к Виктору Павловичу заедете и сами спрошите. А что такое расспрошите? Это что такое расспрошите? Кто? Расспрошите. Из какого языка слово расспрошите? Нет такого слова. А вы сказали. Нет. А у меня запись. Я потом вам включу. У меня тоже запись. Ну, вы сказали расспрошите. Какой это язык? Нет. Ну, я говорю, да, у меня запись. Да нет такого языка. У меня тоже запись. Я вам говорю, что так же само запись. Что за расспрошите? Расспрошите, что это, с какого это языка? Нет такого слова. Ну, а почему вы сказали слово расспрошите? Не говорила я такого слова. А у меня записано. У меня на магитофон все пишет. У меня тоже записывается. Ну, и там вы сказали расспрошите. Нет. Да. Нет. Протокольчик произошел небольшой. Протокольчик. Не говорила я такого слова. Протокольчик. Начальник будет ругаться потом на вас. Протокольчик. Потом начальник на вас ругаться будет. Не будет. Я у него на хорошем счету. Ну, на хорошем. Ладно, если вы не хотите прицепать к работе, удалите свою заявку. Распрощите меня о чем-нибудь. Я к тебе ж не бачу. Кухаю тебе, нема. Алло. А это на каком языке? Кухаю тебе, распрощите, нема. Я к тебе ж не бачу. Распрощите. Как погода-то у вас там? Погода какая? Тепло еще пока. Зачем вы заявку оставили? Распрощите, нема. Линию перегрузили. Кухаю тебе. Я к тебе ж не бачу. Нема. Ни что? 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 Нема. Ни что меня? Распрощите, распрощите. Кухаю тебе. Я к тебе ж не бачу. Так нет такого слова, как нема. Не говорят так. Я, как, почему? Говорят, я слышал по телевизору. Я же телевизор смотрю. Что это вы за телевизор смотрите? Обычный телевизор. Телеканал 1 плюс 1. Мой любимый телеканал. Вы смотрите как телеканал 1 плюс 1? Ладно, мне нужно приступать к работе. Ну да, так мы же... Я зарабатывать хочу, зарабатывать. А у вас... Я не думаю, что у вас будет получаться. Будет получаться. Вы только распрощите меня получше. Распрощите. А то я нема. Кухаю тебе. Не думаю, что получится. Я к тебе ж не бачу. Ну как, бля, нема. Кухаю тебе. Что вы как попугай залазили? Один и те же фразы говорите. А я не знаю других слов. Вот видите, вы мне новое подсказали, распрощите. Может, я его запомню? Да нет такого слова. Да, теперь будет. Мне нужно идти работать. До свидания. Мы сейчас работаем нормально. Может, я поведу? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!